Супермама, она воспитала, не поверите, более 50 детей. Это женщина и сейчас продолжает растить мальчиков и девочек, братьев и сестер. Все они помогают друг другу, а в семье царят взаимоуважение и любовь. Чему учат новое поколение одесситов, знает Юлия Федорова. Она провела день в большой дружной одесской семье. Как я сюда попала, я почувствовала себя, как сказать, в новую жизнь попала. У этой девочки было необычное детство. До 12 лет Виталина не ходила в школу. Из дома ее не выпускала собственная мама. Сейчас учится читать, писать и вообще разговаривать. И мечтает стать дизайнером. Свою прошлую жизнь вспоминать не хочет. Вот ей 14 лет, будет скоро 15, она в третьем классе. Первых детей Любовь Литвин в 2000 году в буквальном смысле увидела на улице. Потом взяла под опеку. Одна из них девочка из Приднестровья, которая осталась сиротой. Спустя 8 лет Любовь создала детский дом семейного типа. Ну, давай, идите сюда. Вы едете? Вы едете? Нет. Нет, идите сюда. У нее два своих взрослых сына и четверо внуков. Сегодня мамой эту женщину называет 64 ребенка. Я думаю, что это все-таки мое предназначение в жизни, потому что другой жизни я для себя не представляю. Говорить о своем детстве здесь не любит никто. Взрослая жизнь у этих детей началась рано и неожиданно. Неожиданно. Каждый день Любовь Литвин с мужем на микроавтобусе развозят детей по школам, кружкам и секциям. А пока малышей нет дома, у мамы есть время на домашние дела и готовку. Например, сегодня на обед она сварила 12 литров борща. Хватит на всех. У нас у них плавно переходы в отчаяние, потому что дети приходят в разные часы школы. Чем больше детей, тем легче, говорит Любовь Николаевна. Ребята сами готовят, сами убирают, помогают друг другу с уроками. Трудности есть, но в такой большой семье их решают все вместе. Я вам говорю честно, вот за все 15 лет я ни один раз не пожалела ни об одном ребенке, ни об одной трудности. Самый младший здесь Федор. Ему 5 лет. Три из них он провел в детском доме при тюрьме. Два года здесь. Ждет, пока маму освободят из мест заключения. Мама передает ему передачки сюда. Мы ходим к маме. Мы тоже навещаем маму, общаемся. Мама прислала открыточки ему на Новый год. Этот юноша с темной кожей прячется не просто так. В его жизни были такие потрясения, с которыми не всегда справится взрослый человек. Мама отказалась от мальчика сразу после того, как он родился. В детском доме Вадим провел первые 4 года своей жизни. И тут неожиданно произошло чудо. Его усыновили. Его взяли на воспитание. Взяла женщина. Он с ней прожил 4 или 5 лет. И она вышла замуж, родила своего ребенка и отказалась от мальчика. Вадим замкнулся и долгое время не мог общаться с людьми. Он не мог понять, почему от него отказались. Во-вторых, у него было очень отрицательное отношение к цвету своей кожи. Мы ему говорили, что он особенный. И он должен любить себя. Сегодня Вадим собирает для мамы пион из фетра. Научили любимые сестры. А вот и его лучший друг. И зовут его Царевич. Он игривый, иногда скучный. И сильно много ест. Сейчас у мальчика есть четкие планы на будущее. Хочет стать певцом. Вместе с сестричкой Кристиной они поют в церковном хоре. Пусть от ваших сердец доброты станет в мире теплее. Чтоб растаяли льзы всех обид. Как от солнышка юга. Люди, будьте добры, добротой берегите друг друга. У Кристины своя трагическая история. Восемь лет осталась без мамы, с лежачей бабушкой. Любовь Николаевна забрала к себе обоих. Жизнь в интернате, свои слезы и страх девочка вспоминает с ужасом. Бог мне помог, Бог меня сюда привел, в эту семью, и что я должна здесь быть. Воспитав больше, чем полсотни детей, Любовь Николаевна поняла, главное не только накормить и обеспечить их теплом, но и научить любить, прощать и принимать правду. Часто знакомы с историями детей-сирот, и те, что не знали правду, совершают очень глупые поступки. Легче ребенку жить с правдой, с той, что она есть, какая она есть. Юлия Федорова, Алексей Сорокин, 7 канал.